Слушайте, до слез ухохатывал сановедник, проснулся с утра, полез в интернет, как обычно, почитать весть из полей и обалдел. Российские пропагандисты в тот день на полном серьезе тиражировали новость следующего содержания. Даже пруфы вам предоставлю, чтобы не быть голословным. Официальные сайты ВГТРК. Очки. Значительно снижают риск заражения коронавирусом. Бинго! Очкарики-то не знают. Если честно, я сперва подумал, что это шутка какая-то. Ну что за бред? Корона передается воздушно-капельным путем. Поражает дыхательную систему и легкие. Причем тут очки вообще? Смотрел, нет. Шуты, называющие себя журналистами из государственных СМИ, правда эту хрень распространяют. У меня, к слову, подруга как раз в очках ходит, и мы вечером потанцевали с ней в торговый центр. Например, охранник на входе, естественно, наденьте маски. Говорю, братан, ей не надо. Новая директива у нас, кто в очках. Тем можно и без средств защиты, и может завис. Наверное, до сих пор переваривает. Кстати, хочу поинтересоваться у коллег с ВГТРК. Господа, вы бы уточнили еще вот какой момент. А если, например, зад подтирать не белой туалетной бумагой, а, скажем, голубенькой или розовенькой, может оно тоже от вируса защитит, и вы бы разузнали там по своим каналам. Ну а мы начинаем. Вообще, этот коронавирус стал некой лакмусовой бумажкой, что ли. Этаким измерителем уровня идиотизма в российском обществе. Потому что, когда я читаю новости и мессенджи от вас, особенно в отношении профилактических мер, которые предпринимаются властями, мне плохо становится. И смех, и грех, что называется. Ну вот, например, в Красноярском крае губернатор УС с 3 ноября запретил раздачу Wi-Fi в торгово-развлекательных центрах, да и вообще в местах массового скопления народа. По мнению чиновника, это каким-то образом должно остановить распространение заразы, ну или, по крайней мере, стать для хвори каким-то сдерживающим фактором. Вы тоже не знали, да, что корона по Wi-Fi передаваться может? Никто не знал. А вот губернатор УС в курсе оказался. А еще Александр Викторович запретил посещать эти самые ТРЦ детям до 14 лет. Ну и здесь имеется классная оговорка. С родителями можно. Я вот прям, знаете, даже представил себе сейчас эту милую картину, делюсь. Летит такой вирус по торговому центру. Глядь, ребенок до 14 лет по коридорам вышагивает. Вирус только шасть к нему хотел, значит, заразить. А малышу постоять козбек. Я с мамой и папой тут, вон они. А, ну так бы сразу и сказал, отвечает Бацилла. И удаляется в освоясь и в поисках другой жертвы. Просто поаплодировать хочется таким губернаторам, как УС. Речь идет о так называемой второй волне пандемии коронавируса. Она нарастает стремительно и подходит к опасной черте. Кстати, чиновники из Роспотребнадзора тоже не отстают. Помните, когда они ввели повсеместный масочный режим на прошлой неделе? А там ведь еще кое-какие интересные рекомендации имели место. Например, ограничить работу общепита в ночное время. Ух ты, то есть я правильно понимаю. Днем, светлое время суток, коронавирус по кафе и ресторанам не ходит. Может, спит, может, бизнес-ланчи не очень жалует, а может, правда, солнечного света стремается. Зато после заката вирус прямо начинает в эти кабаки беспардонно вламываться. Слушайте, может, ему просто никто не рассказал, что жрать ночью не очень полезно, как думаете? Строгий масочный режим с этого дня должны соблюдать пассажиры и водители такси. Некоторые агрегаторы уже начали рассылать клиентам уведомления перед началом поездки об обязательном наличии средств защиты. А вот таксисты не все согласились с ограничениями. Они утверждают, что понесут тяжелые убытки и требуют компенсации. А это уже история о том, как таксисты московские взбунтовались. Не только таксисты, в принципе, водители общественного транспорта. А взбунтовались люди потому, что их безбожно начали грабить, то есть штрафовать за отсутствие средств защиты. Сейчас расскажу подробнее. Это реальная журналистика. Поехали! Так вот, в чем проблема с этими водителями? Те, кто ездят за рулем, прекрасно знают, самый главный бандит на дороге – это, простите, гаишник. Как правило, ребята эти не за безопасностью движения бдят, а тупо шкурят, то есть выискивают у водителя всевозможные нарушения и доят. А тут гайцам такой подарок сделали красотища. Увидел шофера без намордника с людьми в салоне – смело тормози и штрафуй. А если учесть, что в любом крупном городе, особенно в Москве, практически каждый кавказец или, например, азиат, который кого-то везет, стопудово таксует, останавливая их всех и не ошибешься. Короче, в результате водилы подняли шум, совершенно справедливо, на мой взгляд, подняли, сказали, что это за обдираловка. Придумали такую историю – обеспечьте нас этими средствами защиты, и в этом я тоже их понимаю. Но нынче ведь таксопарков, как таковых, не существует, ну, как было в советские времена. Сейчас почти все таксишные конторы имеют статус колл-центра, которые просто заказы принимают и за процент отдают те заказы водителям. То есть покупать таксисту набор для пупсика придется за свой счет? Ну, что меня лично порадовало во всей этой истории еще больше. Знаете, чего тем таксистам на их негодование в итоге ответили? Внимание на экран! Но так ли все драматично? Считаем. Средняя стоимость маски и пара перчаток – 15 рублей. За смену их придется поменять 4 раза. Итого 120 рублей – около 2,5 тысяч в месяц. Плюс флакон антисептика в районе 250 за литр. Хватит надолго. Примерно столько среднестатистический московский таксист зарабатывает в день. Поэтому дело, скорее, не в деньгах. Супер! Да, конечно же, не в деньгах дело! Особенно радостно слышать подобные утверждения от пропагандиста с государственного телеканала. Которому средства защиты выдают на работе за счет государства. Да еще в таких объемах, что он всем своим родственникам, друзьям, знакомым тащит. Не, ну круто же. Чиновников масками, перчатками и антисептиками обеспечивают за счет налогоплательщиков. Полицейских, прокурорских судей тоже. И даже вот эту пропагандистку налогоплательщики спонсируют в пандемию. А все остальные, что, рыжие, что ли? Ой, да не разоритесь, мявкает. Подумаешь, две с половиной тысячи. Да нет, господа. Не нужно считать чужие деньги, во-первых. А во-вторых, хочется какого-то равноправия. Либо всех обеспечите за бюджетный счет, либо никого. А то хорошо устроились. Мы, значит, на государевой службе, поэтому нам положено. А вы просто лохи, а посему? Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Кстати, еще один момент есть во всей этой коронавирусной истории, который меня так же умиляет и который постоянно озвучить забываю. Вопрос на засыпку, друзья. А вы часто вообще видите наших чиновников в масках? Вот выше показывал красноярского губернатора Уса. Маска на нем была? Про перчатки тем более молчу. А Владимир Владимирович, вы хоть раз в маске видели? Вот хоть раз за эти полгода, простите. А почему тогда с нас-то требуют беспрекословно данное распоряжение исполнять? С какого перепугу? Если есть правило, оно должно касаться всех, неважно кто ты. Депутат, мэр, губернатор, президент. А коль скоро там эти правила не соблюдается, разве есть у них право требовать исполнения данных правил от нас, от граждан? Власти демонстрируют абсолютную полную некомпетентность, потому что вот эта некомпетентность, когда нам просят давать пример этой некомпетентности, вот она яркий и неповторимый. Плюс ко всему они демонстрируют полное пренебрежение. Я это приводил в примере, вот тут меня недавно спросили на одном из телеканалов, как вы к этому относитесь. Я говорю, покажите, я хочу увидеть первых лиц государства в намордниках, ну в тех самых намордниках, которые нас заставляют. Они должны демонстрировать, даже если, потому что я знаю, что опять будут писать наши боты, вот там зачищенный круг, там все проверены. Там 27 арок вот этих вот. Там арки, еще раз говорю, задача элиты демонстрировать модель поведения. Точка. Ну и чтобы не на грустной ноте, еще об одном прорыве. Банк России впервые за 13 лет начал распродавать золото из резервов. По итогам третьего квартала текущего года металлорегулятор продал почти полторы тонны. 1200 килограммов, если быть точным. И это пока рекорд. Как пояснили в ЦБ, данная мера вынужденная. Деньги шибко нужны потому, что на поддержание экономики, что здорово просело вследствие пандемии. Вот это мы с колен поднялись, золото. Уже из страны вывозим золото, ребят. При этом у нас есть фонд национального благосостояния, и там лежит не золото. Там лежат бумажки доллары, евро. Но оттуда деньги на борьбу с последствиями короны мы почему-то не тратим. На те бабки мы покупаем Сбербанки, аэрофлот спасаем, олигархам руку помощи протягиваем. А для народа нам и самого дорогого. Не жалко? К слову, нигде не нашел информации о том, кто выступил покупателем того самого золота. Но кто-то ведь его купил. Известно только, что в основном ценнейший актив страны приобретался частными лицами. Не, ну можно только порадоваться за этих частных лиц. Во всем мире кризиса ребята где-то денежку на золотишко наскребли. Интересно где. Ладно, вы подумайте об этом, а я буду откланиваться. Еще раз призываю вас подписываться на наш второй канал. Готовим платформу для переезда. 50 тысяч подписчиков хотя бы наберем. И связано оно с цензурой, которую устроил YouTube в отношении блогеров, критикующих политику Кремля. Своей подпиской вы очень нам поможете. Ну и жду в соцсетях. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Все, пока. Пока.